я и вот это последняя постоянно занимаюсь посевами косточками это напишет надежде получить лучше сорта это долго и трудно на другом пути нет вот вы уже знали железа лариса я понять не могу вы неужели нет он 5 об среднем 5 раз короче он уже давно пройдет этот путь да не вами может быть вот сейчас начиже сначала ну вот знаю вот то что вы сейчас знаете вы первое бы схватили привычный но вы первое уже зная вам пришлось вопроса много-много привать и чтобы как у это самое у александрова у моей ученицы из калининграда людмилы вместо 60 грамм как когда я выслал получилось 130 грамм и и она ухватила за эти 130 грамм а одно выскочил аут филипп его тоже выскочила молодежь где-то взял нет у нас таких он говорит она сама получилась обычный сорт привал даже не знаю что а он взял в два раза укрупнился а потом я разговаривал с этим сам уже там чернобаев на собаках он растет раздобыли у него естественно вот я говорю ну чё дмитрий тебе тоже вот к нему приехали я-то коронавирусом болел я не пустил себе этих самых салтая кто приехал просить вот эти самые черенки а он пустил себе и черенков нарезал и ни копейки не взял все любая это начать но другое дело что они приехали на готовое а филиппев вот это он это он обязан и сказал ему вообще обязан я сказал давай так вот будешь продавать будешь раздавать делай что хочешь сергами но запомни их название запомни это позднее филиппева не железово не чернобаев это позднее филиппева нас не будет его не будет а фамилия филиппева будет как пример это а потом мы же просто взяли из каждого дерева у него брали тянки а с этого вот а дальше опять распутье а что у нас будет а чё толку когда первый урожай ни о чём не говорит на крупная да поза созревает это что они позже цветут это такое счастье для нас потому что зимы стали теплее мы теперь можем без урожая оставаться потому что чем теплее тем раньше зацветет притяжи ничего не выдумал а заморозки хоть здесь и разговаривали с дагестанцем настоящий дагестанец по центру ну а вас ты чё это заморозки хоть тут заморозки хоть там они везде я уверен что не виталий испании такие заморозки когда не надо я вам показывал помните вам показывал я говорю ну вроде по делу вспоминаем на одном вебинаре я взял несколько фотографий слябзил не слябзил и не присвоил не украл а просто взял с интернетом там сотни бочек что они горит дрова мазут я не знаю по поэтому при прям по саду а это франция ночь и вот это прямо такая картина вспоминайте многие видели все в этих самых в огнях бочки горят да вот они все больше такое впечатление что всю планету греет по крайней мере уже точно что сад обогревается а нет у них другого пути мы сидим и так сложа руки ждем пронесет не пронесет пронесет не пронесет один раз жизни я в это у соседей понарезали натаскал этих самых костров разложил вот ждал ужасом или поджог не один потом понял нет селекционный сад мне помогать оправдал свою лень врать не буду я все стараюсь делать так что поменьше тратить силы и вот этот момент и здесь получается так вы же сотням людей тысячам сказали да спасибо кости да как садить вы сказали осталось вам сказать школка и обязательно выкопать и посадить на другое место тогда поневоле уже будет корневая человека плюс минут примерно будет там где надо любой живи не слепой видеть окончается краснота и за и начинается себе это темнота на на саженцы но вы все-таки даже в этот момент вы взяли и написали другого пути нет мы прошли его я прошел латинко я прошел бодр железом это только вот три этих самых путников в этом потому что мы не знали что другого пути нет но не знали мы вот эти мягкие знали и написали что эти инвизации не существует видишь как пришлось разговаривать ну как по-другому то ведь понимаете в чем дело это продолжение того же разговор это не все уже сказавшую и научил уничтожать кометь вам ничего не оставалось делать после того когда что он сказал этот и написал сафронов нудный вредный мужик он взял написала железов считает что комете не трогать нельзя это не не болезнь как все пишут все вся страна вся планета как будто с ума сошли или один сошел но ко мне почему-то используешь санитары не приехали ну считается безобидным делом занимаюсь дай пусть себе кометь а там же помните рекламу я показывал колесе деревьев потом замазывайте вот живица живица кометь одно и то же вот живица это детям деревья кометь на культурных деревьев называют и вот она появляется вот так смотрите еще видите вот значит в классе классика говорит вот такую раду жуткую делаем вырезаем до зеленого и у вас там до зеленого заметим а потом замазываем и самое страшное что вы написали самое страшное страшнее нет ничего на свете обжечь поенной лампой вот вот почему мои вебинары нужны чтобы от этого ужаса ну как так получилось то вот смотрите вы пошли уже на компромисс лариса уже не пишет кометь это болезнь комедия течения является симптомом пишите вы то есть а увидели кометь значит вот она значит что то не в порядке вы же не пишите что сама кометь это гадость которую надо уничтожить вы чуть-чуть смексили ладно симптом заболеваний фиологических расстройств разного рода повреждений симптом можно согласиться я бы проще написал кометь течение это реакция организма дерево на заболевание фиологическое расстройство повреждений вот вы до конца не дошли воду я не изучала сет на вопрос давай уже самом моем этом то что цитировал это самый уже поняли что вы уже влипли но вам теперь отказаться трудно вы считали как все считали что но гибели деревьев вы пишите не изучала но лечила ножом гибели деревьев не было ну если хорошо вспомнить всю вашу деятельность по абрикосам вы же не можете сказать у вас гибли абрикосы много гибло другое дело не утверждаю что это именно из-за того что вы вот это делали если хорошо зачистить раду под кабелью всегда и сразу видите я стою на свое и подходить но все равно пускай так под кабель до живой ткани удалить черный буря чтобы были только зеленый то есть поняли до живого до живого уничтожил все лучше вода зелень была буря черная потом позицировать расторы медного купороса то самое интересное что все остальные писали корове дерьмо я всегда удивлялся дошло до того женщина пишет отчет это я там ваши саженцы у меня появились каметь я съездила за 100 километров коровник за дерьмо вы понимаете но вы здесь придумали вроде бы лучше вы знаете как я смеялся как я из года в год издеваясь над этим что рано дезинфицировать коровьим дерьмом как я издеваю хотя коровье дерьмо да обладает антисептическими свойствами я не спорю но извините за 100 километров ехать коровник и вы взяли заменили коровье дерьмо на паэльную лампу вот и зря вы это сделали очень замазывать кузбасс лаком властиной краской натуральный лифт садовый вар глина я друзья мои пожалуйста вместо маленькой рано вы получите большое смотрите сюда там про черноту она говорил попробуйте вы вот она комета это вишня это та самая вишня проклятая всеми проклятая как с помощью технологии зверины по уничтожению вишневых деревьев это моя вишня это моя вишня она жива здорово я потом покажу ее с другого ракурса там где она с этими с плодами это у меня единственная вишня удачная потом где было три прививки черешни они погибли а черешня получилось уже опять же в александрова да это вот такое чудо что я хочу и верить потому что я не смысла мне обманывать но очень другое относимся очень уважительно это самое дерево вот а потом показывал стыдно еще раз я бы сейчас мог найти там где у меня прививки и там где они погибли там где выше растет прекрасная эти прекрасные крупные ягоды вишни но уже не вишни уже скажем я их так и назвал вишни с генами черешни но вот скажите мне на милость за какой черт мне вот это вырезать дерево само себе беспокоится скажите вы видите в рану допустим на стадии но бывает же такое да где-то на руке может быть обязательно такое где-то нарыв появился бывают такие нарыва у меня когда-то температура была под 40 был нарыв на ноге но я нарыв да мне узнает тетка вылечила его на украине дикой температуры откуда она взялась такая это самая рано набухла там уже гной поди она взяла мне это дышим не будет она взяла а в деревне нет никакой медицины а город то через этого через каховская газ далеко и вот получалось что она мне нарезала луковицы и обожгла их или как там поджарила их на сковородке наложила на эту рану замотала через воде я был здоров совершенно я к чему это все сказал я это сказал потому что представим себе что в эту рану я бы взял или по врач не просто как врачи делают да рано нагнается там полно гноя все вот за аккуратненько разрежет выдавить гной и естественно там антисептик антисептик и замотать все и как правило живой до отрезанных много не отрезать но вот писаем себе что ее бы эту рану бы до на руке на ноге у тех кто учит вырезать кометь вот эту барану такую же они начинаются обычно откуда доберется болезнь крови на ровном месте а чаще это просто механическая рана попадает потом вот в эту ранку попадает инфекция знаете галлюзиторные бактерии вот и она больше 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 и уже все и организм уже даже спасается повышать температуру чтобы убить инфекцию и в это время кто-то берет скальпель или садовый нож и вот так вот эту рану вот так вот вырезает вы представили себе чтобы потом только ее заляпать да еще ай добавьте что еще раз мы и деревья одной крови теперь вырезом эту раду сделаю 10 раз больше представим себе что вы ее теперь берете паэльные лампы что делать для чего тут паэльные лампы инфекцию убить нет другого смысла да вот здесь вот нет другого смысла как наши уважаемые оппонентки до обжечь для чего обжигание применялась всегда и даже у людей даже у людей даже в войсках там древнего рима греции потому что страшная рана и начинается эта инфекция для чего подносится паэльные лампы в этом случае для чего берется просто в костре приветки там ветка или там делается из чего-то может быть с помощью той же смолы делается факел и факел подносится к этой ранее человек орет его держит толпа 10 человек вот возрасте сознание это допустим какой древний римляне его карагер к ноге карагер где он начинается уже загнивание начинается уже самый настоящий как удовольствие вы знаете вот или гангрены его подносят для чего не для того чтобы с помощью этой вот паэльной лампы убить инфекцию нет реакция на а этот огонь страшный огонь реакция организма дикая боль и поднятие температуры сразу кровь сразу срабатывает вести кровь нагревается так и с лейкоцитами поступает сюда в эту там где было обожжено вот для чего и тогда смотришь удается переломить и не допустить от от пиливая ноги или руки вот но здесь-то смысл-то ну раствор раз уж вы сразу сделали хотя не надо вообще делать ни в одном случае никогда не надо делать не 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 расковыривать это но раз уж сделали ну хорошо раствор медного купороса но только не паянные лапы вы не представляете какое страшное она оказывает воздействие вот у вас не было пожара страшного который уничтожил мне из полутора тысяч яблони 1470 вот а остальные в разной степени были обожжен обожженные вот это надо пережить надо прожить надо каждому дереву подойти надо прощупать все как как своих детей вот тогда вот это становится уже невозможным вот и уже следующий раз вы уже понятное что вы нашли компромисс симптом уже не болезнь здорово но постепенно если еще будет книга там уже все будет по-другому есть еще статья будет с этом председателем хозяйства там будет по-другому ну заканчиваем пусть даже мы на это много времени потеряли но это важнейшее письмо чуть ли не впервые я получил взвешенный объективный ответ так как она считает нужным и даже если пусть даже это уже хотя я уверен что она уже дальше бы пошла но ей нельзя было отказаться от прошлых книг понимаете вот нельзя было я обрезаю нежные ветки только тогда когда приходит полный год еще один важнейший момент ребята этот вебинар один из важнейших только поверьте в этом укорачиваю так же как железо ну то есть железо у нас да в первую очередь основной вертикальный проводник и те боковые побеги которые станут скелетными ветками понятно о чем лечь идет правильно ребят лечь идет так пока еще сажаться вот тут мы все друзья я присядно расцеловал бы если бы разрешила